Что будет, если мы все-таки здесь возьмем не число, которое больше, чем корень из пяти, а сам корень из пяти, а здесь возьмем уже любое иррациональное число? Оказывается, верна теорема Горица. Решений будет бесконечно много. Теорема Горица, для любого иррационального числа существует бесконечно много таких рациональных числ, что разность между числом исследуемого и такой дробью меньше, чем единица разделить на b квадрат корней из пяти. Доказательство Хинчмана. Рассмотрим соседние дроби ряда Фарея, между которыми расположено наше число. Заметьте, пожалуйста. Поскольку число иррациональное, то мы можем считать, что хотя бы один из этих знаменателей большой, а на самом деле и оба знаменателя можно считать сколь угодно большими, просто потому, что ряд Фарея, он при увеличении номера все ближе и ближе приближает любое число, а поскольку мы не можем в точности попасть в число, оно иррациональное, значит, можно считать b и d сколь угодно большими. То есть, если мы сейчас найдем решение для такого неравенства и докажем, что это или b, или d, то в таком случае, собственно, все получится, потому что они могут быть сколь угодно большими. Оказывается, все-таки нельзя сказать, что или эта дробь, или эта дробь будет удовлетворять такого неравенства. Но пытаемся. Рассмотрим отрезок между вот этими соседними дробями Фарея. Есть интервал влево-вправо, единица разделить на b квадрат, корни из пяти, и от этого числа влево-вправо единица делить на d квадрат, корни из пяти. Представьте себе, что эти интервалы перекроются. В таком случае они полностью покроют отрезок между вот дрогами А разделить на b и С разделить на d. И в таком случае, либо для вот этой дроби разность будет меньше, чем единица разделить на b квадрат, корни из пяти, либо для этой дроби разность будет меньше, чем единица разделить на d. И все будет замечательно. Значит, неприятный случай, когда у нас не получилось сходу показать теорему, это когда картинка такая, как я нарисовал, когда интервалы не покрыли наш отрезок. Ну, замечательно. Длина отрезка – это единица разделить на b, это просто свойство ряда Фарея. И мы знаем, что там уложился такой отрезок и такой. То есть верно такое неравенство. b квадрат разделить на корень из пяти плюс единица разделить на d квадрат, корни из пяти. Это все не больше, чем единица, деленная на b. Отлично. Для краткости вводимого значения. d разделить на b – это х. Умножаем на d квадрат обе части этого неравенства. Получаем слева х, а справа х квадрат разделить на корень из пяти плюс единица разделить на корень из пяти. Отлично. Умножаем на корень из пяти и переносим х сюда. Получается х квадрат минус х корней из пяти плюс один не больше нуля. Это неравенство второй степени. Значит, чтобы оно выполнялось, х должно располагаться между... Я здесь почему-то написал меньше, здесь меньше или равно. На самом деле, конечно, должно быть в обоих местах меньше, потому что х – рациональное число, и оно не может равняться и рациональным корнем. Это у квадратного трешлета вот такие. Это золотое сечение, единица, деленная на золотое сечение. И получилось, что отношение B к D должно... Давайте я напомню. Х – это было не что-нибудь, а это было D, деленное на B. Отношение должно быть такое. D должно быть меньше, чем золотое сечение умножить на B. Ну, а поскольку здесь, на самом деле, это единица, деленная на золотое сечение, то и наоборот. То есть, вот они отличаются не больше, чем золотое сечение раз. А теперь, оказывается ли, у нас совершенно замечательное время. Если нам не повезло с вот такими двумя соседними дровями ряда форея, между которыми звучит ручокси, то есть, их знаменатели отличаются не более, чем золотое сечение раз. То в таком случае, вот эти знаменатели отличаются больше, чем в золотое сечение раз. И эти тоже самое отличаются. Поэтому, куда бы ни попало число кси, но вот эта пара торопей, если она сюда попала, или эта пара, если она сюда попала, уже даст нам нужное приближение. Доказать это в высшей степени просто. Смотрите, ведь, ну, единственное, кто больше B или D, давайте так, они входят абсолютно симметрично, поэтому предположим, что у нас число B меньше, чем D, а D меньше, чем B умножить на 1 плюс корень. Представим себе, что выполнено такое неравенство. оказывается, в таком случае, когда мы разделим B плюс D на B, то, смотрите, что мы получаем. единицу плюс D в это больше, чем 1, поэтому это больше, чем 2, а 2 больше, чем золотой сечение. Так что здесь просто все очевидно. А если мы разделим B плюс D на D, это более содержательно и более интересно. Если мы разделим B плюс D на D, то мы получаем BD плюс 1, но BD больше, чем 1, делить на золотое сечение. Замечательно. Это больше, чем 1, делить на корень плюс 1 пополам плюс 1. А это золотое сечение. Вот это вот число. Это в точности и есть 1 плюс корень из 5. Ну, кто помнит свой слабое сечение, молодец, кто не помнит, просто проверьте числовое равенство. Все, лемо доказано. И таким вот простым, замечательным образом мы сумели доказать при помощи метода Хинчена теорему Голубовица.